Привет, зритель, снова. Снова это если ты смотришь еще и мой уход на февраль. Сейчас вот мой уход, фу, блин, мой парфюм на февраль. Его совсем чуть-чуть, хотя у меня его дофига этого парфюма. В общем, что я внезапно стала юзать, я даже не помню, было у меня заявлено на январь или нет, но я вот внезапно ее стала юзать, у меня тут уже чуть меньше половины. Это со мной поделилась одна из моих подписчиц, кажется, Ксюша летом прошлого года, ну или типа того, снятости фраше ваниль. Ваниль, ваниль. Вроде больше ничего не подписано. Короче, ваниль, которой уже 300 лет, но она все еще ваниль, она так оболтинно пахнет. Она пахнет, как вот была у них вот бурбонская ваниль в их фраше, в этой Флизернатур. В них еще была ваниль Нуар в Секрет де Санс. И еще может быть какая-то ваниль, но вот эта ваниль, она ближе к бурбонской ваниле. Обалденная вообще. Я ее иногда плескаю чисто вот на кровать, на волосы, чтобы повоняло мне вот тут. Ну вот вообще кайфу, вот так хожу и кайфую. Я просто как-то преснула, был на улице Дубак, и я поняла, что она очень круто раскрывается, когда на улице Дубак. Ну зима такая дубачная. И вот я ее юзаю, юзаю, юзаю. Я ее даже юзаю, когда чисто выйти в помойку вынести. Там вот до ближайшей помойки. Или для дальней помойки прогуляться и вот чисто пройтись. Я от нее балдею. В общем, она у меня на февраль заявлена. Я думала ее одну на февраль оставить, а потом думала, вдруг она закончится в середине февраля, и надо же будет что-то еще юзать. И тут у меня разбиралась я что-то в шкафу, и на меня падает коробочка, а в ней еще и душки. А это со мной поделилась другая подписчица, Света. Если я путаю, то дайте мне знать в комментах. Не, Лёля, ты путаешь, это не Света. Короче говоря, это сняты тоже. Ифрашевская. Мои любимые фрашевские духи. Одни из немногих снятых. Ирис Нуар, Секрет де Санс. Парфюмерная вода. Я ее поюзала, ну как бы вот... Да, для руки еще стедикам они придумали. Хотя у меня рука со стедикамом тоже треморит малость. Короче, ну вот из серии вот этого тоже такой вот именно на холодную погоду. Хотя я помню, как-то я на жару ее юзала. Очень он мне нравится. После душа он раскрывается, как унисексовый аромат на мне. Но иногда вот в помещении он точно так же раскрывается. В общем, обалденный аромат. Он иногда, ну как бы, он перекликается. Есть такой Вейван, гелик, парижская любовь или любовь Парижа. Что-то там такое там. Там ирис, ноты янтаря, еще чего-то там. И вот этот вот ирис Нуар. Вот он вообще кайфовый аромат. И я его тоже буду юзать в феврале. Ну и я тут что-то руку потянула. У меня, кажется, оно еще есть. Ну не потянула, а в смысле потянула в полку руку. Гляну, что у меня там за ароматы есть. Смотрю, что там за флакончик стоит. А он мне... Может быть, я его еще не делала в пустых баночках. Может, тут что-то еще есть. А если делала, то вот он еще не пустая баночка. Это подарок от подписчицы Лелечки. Это тоже снятость глубокая ифрашевская. Тут вообще все три ифраше и все три снятости. Это цветочная диска. Мои первые духи, которые я когда-то в ифраше заказала в 2011 году, когда только стала пользоваться ифраше. В общем, очень мне не нравится. У меня была вся коллекция в свое время. И оранжевая крышечка тут где-то в баночках для косметики. И в формочках для мыла. Ручной работы я нашла. Потом синяя крышечка. И цветочная диска ночная. Потом розовая крышечка, белая крышечка. Еще были у них такой спрейчик по 15 мл. Немножко по-другому пахут. И все этой пятерни, скажем так, ароматов. Но вот он был только в 15 мл, а в таком флакончике не было. Вот эти были по 30 мл и по 50 мл. Вот этот изначально 50 мл флакончик, тут совсем чуть-чуть осталось. Это вообще кайфовый такой аромат, нежненький. Вот сейчас он открывается, не сладенько, но очень нежненький такой. Я даже не знаю, как передать, но обалденный такой аромат. Я от него тащусь, жаль, что его сняли. Если у кого есть в загажнике, и вам очень охота его кому-то подарить, вот есть Лёля. Короче, вот это у меня тоже будет юзаться в феврале. Ну, как бы у меня в феврале день рождения, 14 февраля. Прямо посередине месяца практически. Это вот будет как бы... Может быть, я его завезу как раз на день рождения. А может быть, раньше. Ну, и он, наверное, будет в пустых баночках, но флакончик я... Крышечку я сохраню, а флакончик, может, засуну потом в постельное белье, чтобы оно благоухало. В общем, вот такой небольшой обзор парфюмочек у меня случился. Ну, у меня как-то так это... Маленькие такие обзорщики по времени парфюмов получаются, почему-то в последнее время. Ну, я вообще сначала хотела вот это соединить с уходом, но, как вы уже поняли, тут немного... Ну, как немного? Тут изначально 20 мл было. Сейчас, может, мл 13-15, как-то так. Ну, мало ли оно закончится. Поэтому я всё-таки записала отдельный ролик. Всем спасибо за просмотр. Если вы ждёте пустые баночки декабрь-январь, то сейчас я вот после этого ролика буду записывать эти баночки. Пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста!